Здравствуйте, дорогие друзья! С вами после огромного перерыва с нового Алексьёда. Меня слышно? Там на заднем плане выступают фейки. Это у нас такая в Украине группка популярная. Её раскручивает наш Потап из бывшего дуэта «Потап и Настя». В общем, ребята, есть у нас такой хрыч, хмырь, я бы даже сказал, Геннадий Гуфман. Можете считать это его рекламой, да. Который рвётся в Верховную Раду. Короче, воровская морда, которая играет на чувства детей. Для своей предвыборной программы, для своей агитации. По полной программе, извините за тавтологию, использует детей. И вот сейчас громогласно объявили, что будет выступать группа «Время и стекло». А на самом деле вышли какие-то непонятные «Нонейм» мальчик и девочка. И поют беззастенчиво стыпренные песни этой группы. В общем, насколько это паршиво, не передать. И при этом везде организовываются такие вот праздники детские, которые усиленно выезжают за счёт вот таких вот фейков. Когда, типа, сажают деревья, там, какие-то устраивают состязания спортивные. И знаете, всё это практически не вкладывая ничего, ну, почти ни копейки. Ну, там, какие-то спортивные магазины предоставляют, ну, там, стол для настольного тенниса. Или дартс, вот эти дротики, чтобы бросать. И рядом со всем этим присутствует Гуфман с его колонками громогласными, которые орут на весь парк Шевченко. Ну, там, где ему разрешают орать. В общем, очередная воровская морда, которая рвётся во власть, чтобы нас потом обкрадывать, ребята. Если вы где-то увидите эту фамилию, не вздумайте за это чмо голосовать. Ни в коем случае, ребята. Потому что, когда человек начинает с броня, вот такого откровенного, тупого, глупого, и использование детей для своей агитации, это настолько паршиво пахнет, что хуже некуда. Прогуливаемся вдаль от этих псевдоартистов. Ну, что ты скажешь по поводу того, что это не настоящее время и стекло? Я вообще удивилась, думала, как это сейчас прямо вдруг они выпрыгнут, да, как это? Я думал, сейчас реально выйдут, так раскошелились ребята. Вот этот гуфман, гуфман раскошелился. Ага, сейчас. Итак, друзья, ну что, готовы еще? Как думаешь, сколько это стоило? Нет, мне всё равно, как бы, ну, ребята хорошо поют. Детям радость, дети танцуют. Да, но сказали, что выйдет группа, время и стекло. А это ложь. А это ложь. Надежда, а как они сказали бы? Ну, представились бы, представили этих артистов по их никнеймам, по их псевдонимам или по их настоящим имени и фамилиям. И сказали, что ребята поют песни группы, время и стекло. А так сказали, выходит, что группа, время и стекло сейчас петь. Ну? Ну, это нормально? Нет, ну не нормально, нет, не нормально, конечно. Ну, вот как относиться к этому кандидату в депутаты после этого, который начинает... Ну, он знает, интересно, об этом? Сбрюкни, начинает сбрюкни. Не, ну, а он знает, что так представлено? Ну, конечно, знает, он этих артистов покупал. И, конечно, он знает, что их будут представлять, как время и стекло. Ну, как? Откуда он знает? Ну, конечно, знает, но ты на рожью его посмотри, он все знает. Абсолютно. Он использует всегда детские вот эти эмоции, а половина же детей верит. Они же как бы не различают. Ну, сказали группой, время и стекло. Они, а-а-а, мы видели время и стекло. Знаете, им сейчас привезти артиста, представить его как Майкла Джексон, а они скажут, что мы видели Майкла Джексон. Кто не в курсе, он умер вообще в 2009, по-моему, да? Или в 2010. Боже, бедный Майкл Джексон. Да. Короче, все это так воняет, на самом деле, вот это вот депутатство, вот эти наши... Кандидаты, депутаты. А ты же не делал бублик? А что, тебе не давал папу? Тошнотики, вруны, лгуны, воры. Капец. Ну, ладно, давай не будем. Мы гуляем, парки, детский праздник. Ну, давай не будем, да. Это уже за гранью добра и зла. Это же прошлый раз мы тоже приехали в парк Шевченко с ребенком, для того, чтобы погулять. Раненько, утром, хорошо. Почти никого нет. Так тихо. И тут, ба-бам, колонки на весь парк с какой-то дешевым музоном с каким-то. И опять этот Геннадий Гуфман. Были детские песенки. Ну, просто они все отдыхают, все хотят слушать детские песенки. Даже дети уже устали от детских песенок. И зачем мы выходим еще в парке? Ну, в этом дело, так хорошо было, тихо. Люди пытались отдыхать. И тут как бабахнули, стоят какие-то хмыри с этой палаткой Геннадия Гуфмана. И на весь парк вот эти вот песни. Потом оказалось, что там проводился какой-то, значит, фестиваль, какие-то опять детские игры. Не, ну это здесь проводился, это были футбол. Ну, такая, причем, Гуфман книга, книга. Это отдельно было. Ну, он же пиарится за счет детей, за счет вот этих футбол. Не, ну, просто так совпало два мероприятия. Здесь было нахождение каких-то девичьих команд футбольных. Короче, серьезно, до этого такого не было. Своя свадьба. Отсюда вот из Днепра пробивались разные хмырии, разные воры, все. В Верховную Раду. Но так, чтобы вот так откровенно использовать для этого детей, такого цинизма еще не было. Вот такое первый раз, ребята. Какая разница, крыса черная или крыса рыжая? Только хвостом отличаются. Какой-то расизм. Черных крыс не любят, а рыжих любят. Ну, что ты платишь? Ты же такой хороший. Правда? Ничего. Да, ну, да. Смотри, она специально спустилась, чтобы ты на нее посмотрел. Смотри, 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 ты видишь? Ты видишь, смотри, такой хвостик в шестом белке. Вот близко белку никогда мы еще не видели. Ясень, какие-то родители. Ася, ты любишь черных крыс? А что, такие бывают? Черные крыс? Да. Они обычно черные. Нет, они такие темно-серые. Ты любишь темно-серых крыс? Обожаю. Серьезно? Особенно хвосты. Такие облезлые, длинные, на червяков похожие. Любишь? Ну, хорошо. А рыжих крыс ты любишь? Обожаю. А что? Ты обожаешь рыжих и черных крыс? Да, и черных, и рыжих, и белых. И серых, темно-серых. Серьезно? Да. На самом деле, Ася очень боится крыс. А белок не боится. Не, ну, и как бы я их боюсь тоже, если они укусят, они, во-первых, заразные, белки. Ну, так говорят. Я не люблю на животных любоваться. Я вот даже наших котов уже, видишь, мало чискаю. Раньше целовала их прямо в рот и в нос. И лапки, и выцеловки. И попа. Черт-черт-черт, и попа тоже целовала. Папа, дай еще одну печеньку. Сын выпрашивает печенье. Придется дать. Красавчик. Все, пришли домой с прогулки. Не знаю, меня это все так вымораживает, вот эта вся ложь, брехня, зачем меня в детстве учили не врать, Ася говорит, что ты не можешь сосредоточиться на чем-то хорошем, что погода хорошая, что ребенок вот себя хорошо чувствует, все в порядке вроде, вроде так, все так, но не знаю, вот один такой момент выбивает меня из колеи. Вот такое тотальное вранье, на которое практически никто не дает ответа. И даже я в этот раз не дал ответа, хотя видел ребят, которые шли вверх по парку Шевченко, ребята, изображавшие группу «Время и стекло». Хотел у них спросить, как вам, как вам это вранье, как вы к этому относитесь, сколько вам заплатили, ну хотя на эти вопросы они, конечно, не обязаны отвечать, вряд ли бы что-то ответили и скорее всего сказали бы, чтобы я их не снимал. Ну вот так. Был с женой и ребенком. И вот так всех все устраивает. Ну сказали, подумаешь, известная группа, на самом деле выступили вместо них какие-то просто ребята, ну бывает, ничего страшного. У нас в стране люди так привыкли ко вранью, ко лжи, что воспринимают это как норму. Ежедневное вранье. Ну сказал чиновник, что-то пообещал и не сделал. Ну бывает, они все так делают, ну чего, у них работа такая, врать. А у нас работа верить. Ребята, вот пока все это так и будет, все будем жить в говне здесь, в Украине. Либо не будем здесь жить. Многие выезжают, вражки кричат, вот у вас все бегут из страны. Конечно, бегут. Потому что как были воры у власти, так и остаются. И надежды на новое правительство нет. Меняется президент, меняется Верховная Рада, и каждый раз все это происходит. А все равно вранье как было, так и есть. И главное, любой человек, который приходит, будь он даже изначально трижды честный, хотя у нас таких еще не было. Допустим, Зеленский, вроде бы честный парень, пришел. Ну, опять-таки, какие у него права? Птичьи права у нашего президента. У нас же парламентско-президентская республика. Что он там может? Он просит, просит у чиновников не воровать. Иногда просит их уволиться. У нас же невозможно по-честному. Поэтому даже президенту, который вроде бы до этого был обычным артистом, ему не было нужды постоянно врать, ну, вот теперь приходится действовать какими-то полузаконными, полулегальными методами для того, чтобы восстанавливать ту самую справедливость, которая нужна, которая нужна как воздух уже этой стране, с нашими исковерканными мозгами, с нашим менталитетом, постсовковым, который может быть даже хуже, чем совковый менталитет. Так привыкли ко вранью. Это просто невозможно. Я чувствую себя, ну, серьезно, я вот иногда чувствую себя не то что белой вороной, но каким-то человеком, который что-то не понимает. И которого не понимают. Потому что меня такие моменты просто выбивают из колеи. Вымораживают. Фу, не могу, ребят. Ладно. С вами был Алекс Йода. И, ребята, вот смотрите. Я, если что-то вот хочу снимать, то обычно это какой-то вот такой негатив, да, ничего вроде бы позитивного. Но это же не просто так, а потому что я хочу, чтобы было позитивно. Но для этого нужно озвучивать весь этот негатив. Не притворяться, будто всего этого нет, а говорить, вот, посмотрите. Посмотрите. Сделайте так, чтобы этого не было. Изменитесь. Перестаньте врать. Пускай даже в мелочах каких-то. Перестаньте вы врать постоянно. Ладно. Ни на что не надеюсь. С вами был Алекс Йода. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok